Самое засекреченное шоу телевидения. Яркие эмоции. Неожиданные повороты. Я краж зайца. И только один вопрос. Ты чё творишь? Кто скрывается под маской? Кто там может скрываться? На прошлой неделе номинантами на выбывание стали Белый Орёл, Носорог и Неваляшка. Маску снял Белый Орёл. Кто это? Ну! Им оказался Марк Тишман. В шоу «Маска» осталось шесть участников. И мы продолжаем делать предположения. Ай, люблю я пошалить. Сможете ли вы узнать звезду только по голосу? Шик, 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 шик. Потому что уникальные костюмы полностью скрывают их личность. Очень коварная маска. Их охраняет и на сцене, и за её пределами. Ты на какую территорию залез? Каждую неделю только один из них снимет маску прямо на ваших глазах. А у нас сегодня всё можно. Приготовьтесь. Это невероятное, захватывающее, грандиозное шоу «Маска». Добрый вечер! В эфире ТВ самое популярное телевизионное шоу России «Маска». Сегодня первый полуфинал. Страсти накалились до предела. Огромная страна в едином порыве прильнула к экранам, чтобы завтра вновь начать спорт с коллегами, таксистами, соседями и одноклассниками. Кто же скрывается под масками? Все в буквальном смысле разрывают от любопытства. Но при этом все пишут. Зачем вообще снимать маски? Пропадает сказка и магия. Возите на гастроли весь этот зоопарк. Все будут счастливы. Ну что сказать, идея хорошая, но правило есть правило. И сегодня кто-то из наших участников вновь будет рассекречен. На прошлой неделе, сгорая от любопытства, судьи решили открыть одну из самых загадочных масок сезона. За несколько месяцев жюри так и не смогло разгадать, кто прячется под оперением «Белого орла». Сергей Бурунов, Максим Галкин, Григорий Лепс, Игорь Верник и Дмитрий Харатьян теперь могут вздохнуть свободно и больше не отвечать на каверзные вопросы Валерии. К радости всех зрителей маски, в «Белом орле» оказался тот, чье имя ни разу не фигурировало в версиях жюри. Марк Тишман. Марк, мы передаем тебе огромный привет. Ты был на высоте. Браво, орел. Мы скучаем. Позвольте, я процитирую наших зрителей. Ну нельзя вас смотреть на ночь. То хохочешь в постели, то поешь, то танцуешь, а еще припираешься жюри. Меня скоро муж выгонят. Хочу обратиться к мужу. Не надо никого выгонять. Вы лучше вместе танцуйте и спорьте с нашими судьями. А вот и они, наши любимые. С удовольствием представляю жюри шоу «Маска». Сдержанный и брутальный, ироничный и хлесткий. Это из-за него наших судей за глаза, да и в глаза тоже называют «Белый вождь», «Звонкая лань», «Гигантский муравей» и «Седовласка». Мистер, кто как обзывается, тот так и называется. Александр Рева. Мужчины не могут отвести от нее глаз, а их жены каждую неделю хотят такое же платье, как у нее. И вот что нам пишет зритель под ником «Пригожий ананас». Лера, ты самая красивая, самая ослепительная, самая модная и вообще. Надеюсь, меня не спалят. Наша прекрасная Валерия. А я хочу сказать, что вчера был день рождения замечательной нашей красавицы-принцессы. Дорогой Валерий, 17 апреля вчера мы тебя поздравляем, мы тебя обожаем, мы тебя любим. Я как председатель жюри от всех нас поздравляю тебя, от продюсеров этого шоу, от зрителей, от тех, кто на сцену выходит. Тебя честную, справедливую, настоящую, красивую, талантливую. Ты потрясающая мама, ты воспитала потрясающих детей, у тебя классный муж ананас. Ну а ты добрая фея Фиона, которая дарит всем тепло, радость, любовь и, главное, прекрасные песни, пусть они звучат всегда. С днем рождения, дорогая Валерия. Спасибо вам большое, я вас все очень-очень люблю, я чувствую, что вы уже моя семья, правда, это вот не для красного словца говорю, честное слово. Люблю вас всех и благодарю, я знаю, я знаю. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, наша Верочка, с днем рождения тебя. Спасибо, спасибо. С днем рождения. Спасибо. Если внимательно слушать его комментарии, то можно экстерном сдать все экзамены в музыкальной школе. Педагог и музыковед Тимур Родригес. Чтобы вычислить наши маски, она гадает на квадрате Пифагора, камнях, кофейной гуще, картах, на бараньей лопатке, ну и, конечно, на аптечной ромашке. Наша ведунья, проницательная Регина Тодоренко. Вау. Ведунья. Здравствуй, красивая, усатая девочка. Регина Сальвадоровна. Да, да. Регина Сальвадоровна. Я сегодня Регина Дали. А чтобы у Регины были такие густые усы, мне пришлось немного выщипать брови. Поэтому ты в очках сегодня. Да. Я не ошибусь, если скажу, что он сердце нашего проекта. Человек, который мгновенно создает атмосферу праздника и прекрасного настроения. Конституционный монарх, великий председатель, король эстрады и просто наш любимый Филипп Киркоров. У нас первый полуфинал. И сегодня будет три дуэли. После каждой из которых отправлять маски в номинацию будет жюри. В финале программы кого-то из номинантов спасут зрители, ну а судьи должны будут сделать очень-очень сложный выбор и решить, кто сегодня снимет маску. Филипп Петрович, первый полуфинал. Мы ждем вашего традиционного напутствия. Но перед тем, как сказать какие-то напутственные слова, я хотел бы обратиться к нашим миллионным телезрителям, поклонникам шоу «Маска». И к своим коллегам тоже обратиться. Вы знаете, за свою долгую творческую жизнь я участвовал и был свидетелем очень многих шоу. Обычно в каждом конкурсе сразу виден, очевиден фаворит или фавориты, или финалисты, или даже победители. И как-то становится легко, сразу видно, ну вот он победитель, да. Но то, что происходит сейчас на шоу «Маска», я такого не видел и не встречал никогда. Мы находимся на старте первого полуфинала. Впереди шесть самых достойных образов. У каждой «Маски» огромное количество поклонников, фанатов, фэнк-клубов. Выбрать финалистов, просто, ну, победителя, ну, на мой взгляд, сейчас просто невозможно. Что нам делать? Встать и убежать сейчас? Встала и ушла. Нет, это не выход. Так, встала и ушла. И не выход это. Надо что-то делать. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, дорогие мои коллеги, и пообещать вам, дорогие наши телезрители, что мы будем максимально объективно, честно, от всего сердца, всем сердцем оценивать эти выступления артистов, которые сейчас там стоят и очень волнуются. Они все достойны победы. Но победитель в шоу «Маска» один. Поэтому нам так или иначе придется делать выбор сегодня. Вы не ругайте нас. Конечно, вы будете нас ругать. Конечно. Вы не обсуждайте нас. Вы будете нас обсуждать. Но единственное, что мы можем вам пообещать, и я смело это говорю от лица всех нас, что мы будем это делать честно. Мы будем от всего сердца болеть за каждого, кто будет выходить на эту сцену, переживать и желать каждому из тех, кто сейчас стоит там, победы. Итак, мы начинаем наше замечательное шоу «Маска» с Богом. А я могу сказать, что сегодня абсолютно каждая «Маска» обязательно всех нас точно удивит. И мы начинаем десятый выпуск невероятного шоу «Маска». Все спрашивают, а когда же в шоу «Маска» придут гости? Этот момент настал. В полуфиналах атмосфера студии наэлектризована до предела. Маски за кулисами волнуются. Но еще больше волнуются судьи, потому что очень не хотят делать сложный выбор. Так что по традиции в полуфиналах мы приглашаем специальных гостей, которые немного снимут напряжение и добавят хорошего настроения этому и без того замечательному вечеру. Вы готовы встречать первого гостя с распростертыми объятиями? Тогда начинаем. Знаете, то, что обычно происходит у нас за кулисами, очень похоже на типичный сон Филиппа Киркорова. Там бегают забавные животные, летают радостные птицы и даже растут ананасы. Казалось, вы привыкли уже ко всему, но такой маски вы еще не видели. Ваши аплодисменты. Его Величество Султан! Ну что, уважаемые жюри, просто огромное поле предположений. А это совпадение, что Султан выглядит как 95-летний Филипп? А мне кажется, что это Михаил Куснирович. Причем без маски. Нет, 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 я уверена, что нужно пойти от противного. Там скрывается молодая, красивая, хрупкая девушка. Или мальчик. Девушка. Какой-нибудь блогер или пожилой мальчик. Мы можем задать любой вопрос Султану и перед выступлением ответить либо да, либо нет. Я сейчас понял, что вот судя по росту, это не 95-летний Филипп, это 93-летний я. Ну стоп, чуть-чуть. 90-годам-то. Просто брови мои. Брови твои. Брови Иосифа. Извините. Так это Иосиф, посмотрите. Просто бороду наклеил и шапку надел. Мне на самом деле хочется сбить уже оскомину и все-таки открыть эту маску, и чтобы под ней скрывалась Анита Цой. Анита Цой просто у нас суперзвезда нашего проекта. Дорогой Султан, скажи, пожалуйста, тебе удобно в этом костюме? Да. Что? О, говорит, да, вроде. Ты мальчик или девочка? Да или нет. Да или нет, надо ответить. А, ты да или нет? Мальчик. Мальчик. Значит, девочка. Значит, девочка. А Султан у нас врушка или не врушка? И врушка, и не врушка. И врушка, и не врушка. Великий султан, припадаю к ногам твоим, целую пята твои. Скажи правду нам, ты профессиональный певец? А жена у вас есть? Может, не одна, не знаю. Ты полагаешь, что это мой осень? Султан же? Много. Много? Много, ну как полагает султан. Ах, ну, много. Как султан. Много женит. Трех жен минимум нужно искать. Да, он может себе позволить просто. Ну и, как говорится, с царского султаневого плеча подсказки от султана. Добрейшего вечера, дорогие мои. А почему не встаем, когда султан входит? Не забывайте проявлять уважение, ребятки. Без-за гордыни многие теряют голод. Причем в прямом смысле этого слова. Сразу хочу сказать, что я люблю маску. Смотрю ее каждую неделю. И не только я. Вся моя семья в восторге от этого шоу. Да у нас весь султанат смотрит. От мала до велика. Ну как у вас тут дела? Хорошо кормят? Финики есть? Павлины есть? Нет. Я не этого павлина имел ввиду. Настоящие павлины. Птицы по двору ходят? Нет? Как-то у вас тут бедненько. Может лучше это шоу перенесем ко мне во дворец? Дети будут очень рады познакомиться с вами. Это сегодня я тут с вами без них. Оставил ненадолго. А так вокруг меня всегда много детей. И как вы тут все-таки живете? Ни фиников, ни павлинов. Что за правильный? Да и холод собачий. Вот у нас на юге всегда тепло. Ладно. Хватит разговор. Аудиенция закончена. Ты здоровичок. Возьми саблю и расчисти мне путь на сцену. Да куда ты с холодным оружием? У вас тут не только фиников. У вас и чувства юмора нет. Рой саблю. Я сам пойду на сцену. Если бы я был сутан, я бы не отружен. И тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах Столько бед и забот, ах, спаси Аллат. Неплохо, чем иметь с твоей женой. Но... Взрослый, да, человек? Молодой, молодой. Звук я, мой халат, гладит у доски. Щет Юлия Фатима, что поет носки. Ты же не красота, что не говори. Но с другой стороны, Строще тоже три. Неплохо, чем иметь с твоей женой. Но очень плохо с другой стороны. О, да какая музыка была, а! Разрешит мне жена, каждая по сто. Итого триста грамм, это кое-что. Но когда на праве прихожу домой, Мне скандал предстоит с каждой женой. Неплохо, чем иметь с твоей женой. Высок, Сэр! Нам ясность тут нужна. Сколько же он в самый раз? Три или одна? На вопрос, на такой, Есть ответ простой. Если бы я был султан, Был бы холостой. Неплохо, чем иметь с твоей женой. Галусян. Султан. Галусян, Петросян. Мартиросян. Мартиросян. Высок, выше. Добавил восточного огня нашему шоу. Галусян, Петросян, Галусян. Он выше. Султан великолепный, И его бесконечный гарем. Какая душка. Ай, гарем-то какой. Вау, классный какой начало вообще. Вообще шоу. Спасибо. Султан, ну ты просто потрясающий. Лояжный. Если перед ним тут вот это все делают, А он сидит и даже ни на кого внимания не обращает. Потому что все внимание приковано только к нему, правильно. Да. Потому что мы пытаемся разгадать ту самую тайну. Султан, ты давно поешь? Десяти лет. Из десяти лет. Слушай, я думал, что это взрослый артист. А вы только в этом жанре выступаете? Вы сказали, что это ваша профессия. Вы профессиональный певец, правильно? И другая профессия есть. И другая есть профессия. Ну тоже связанная со сценой, естественно. Ну подожди, Султан, А вы любите песни петь лирические или быстрые? Трагические. Трагические. Так, хорошо. Теперь вопрос. Наверное, тот, который нам даст возможность понять, кто там. Вы были на таганке у Филиппа? Да. На втором этаже, на таганке. Не помню. Он не помнит. Не помнит, значит, был. Посмотрите внимательно на его плечи. Плечи у него не свои. Я не вижу плечей. Нет, нет, плечи, они за бородой, но они специально приподняты, чтобы создать иллюзию человека, который чуть выше, чем тот, что находится внутри. А голова, по факту, у него глаза на уровне рта. То есть он видит через рот. То есть эта маска, она увеличивает его рост, ну, почти на треть. Подожди, кто там? Там может быть Миша Голустян. Вот, мы уже у нас такая версия была. Миша Голустян и Евгений Петросян. Вот у нас две версии были. А у нас, у меня еще версия Геннадия Викторовича Хазанова. Подождите, а не может быть там Гарри Карламов? Да нет. Он выше. Да нет, он выше. Хазанов прекрасная версия, потому что вот была такая классная нота там в середине, которую он тянул. Это было очень по-хазановски. Хорошо. Какое отношение вы имеете к юмору? Люблю. Ага. Ну что, уважаемые судьи, версии, конечно, миллиард, но тем не менее, мне бы хотелось услышать от каждого из вас одну версию, кто скрывается под маской султана. Тимур. Михаил Голустян. Регина. Аня Лорак. Какая хорошая версия. Когда нет версии, говори, а не Лорак. Силип. Ну, я думаю, что там Евгений Ваганович Петросян. Валерия. Акцент. Я просто... Да, да, да. Мы все услышали... Мы услышали двух артистов с фамилией Наян. Наян. Окончущийся. Наян. Вот. Но тем не менее, я назову вот для разнообразия. Михаил Куснирович. Принято. Александр. Я делюсь. Ну, и я, Геннадий Хазанов. Прав ли кто-то из вас? Мы узнаем прямо сейчас. Ну что, давайте все вместе. Маску, 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 маску. А теперь папа с ручейка, да? Народный артист России! Контрас Филиппович Киркона! А я еще хотел сказать, что похож на Бедроса, думаю, обижу человека. А это Бедрос. Папа! Ты был близок. Он сказал, что Филипп... Я, знаешь, как испугался от первого вашего вопроса. Я думал, что вы узнали. Папа, как же ж вы так смогли от пиздецы? Папа, это все я... Развели просто, обвели вокруг пальца. Что я еле дышал там уже. Но ради маски я пошел до конца. Браво! Браво! Спасибо, кто выдумал эту игру. Здоровья вам! Улыбайтесь! Делайте добра! Пойте, танцуйте! Дедушка, дедушка! Тихо, тихо, возьми, что она говорит. Мы тебя узнали. Как ты узнал? Серьезно? До песни или после песни? До песни. Ага, после песни дурак узнает. Ты... Нет, нет. Ты выходил, как ты. Вот мой мальчик умный. Вы стали блазенцами. Спасибо вам огромное. Это было отрицающе. Это невероятное начало сегодняшнего вечера. Султан Бедрес Гиркоров. Браво! А вы думали, почему дедушка не сидел в зале? А, они думали, почему дедушка не сидит с вами? А я думаю, почему Бедрес отсутствует два дня? Думаю, ну, может, по делам куда-то уехал, знаешь, дома его нету два дня. А еще кто-то говорил, почему мужа не узнала. Одним словом, интрига удалась. А знаешь, что самое обидное, Слав? В следующий раз, когда я не побоюсь шутить, я скажу, человек обидится, но я угадаю. С Азизой, во всяком случае, было именно так. Тимур, кстати, Азиза звонила, ищет тебя. Я не сомневаюсь. Полночь звонила. А теперь первый полуфинал. Оранжевое настроение. Веселый поплавок-колобок. Колобок с ножками. Косая матрешка. Рыжий снеговичок. Неверояшка. НЛ-ложка. Как только не называют эту маску наши зрители и судьи. Стоит ей выйти на сцену, у зрителей в зале от восторга загораются глаза, а судьи от умиления сразу расплываются в улыбке. Как перед первой учительницей. Встречайте. Всеобщая любимица. Неваляшка. Шоу-маска. Сюда, Неваляшечка. Неваляшка. Как всегда, в отличной форме. В форме шара. Секси-мама. Я готовился встречаться с звездной Неваляшкой сегодня. Посмотри, это для тебя Филиппяшка Костюм Филиппяшки Улыбашка Потому что ты не валяшка Нас так всех веселишь Ты потрясающая Кто бы ни был под этой маской Если даже там Стас Пеха Стас, закончится проект Я твой друг навеки Навсегда Не валяшка, посмотри на меня Ты что-то на мужичка похожа Я оделась в честь тебя У меня оранжевое белье Я потом покажу Ребят, знаете, я за эту неделю Провела работу В подсказке Было сказано, что Все началось в театре Буф Опять это было бы слишком прямолинейно Если бы Мы приняли во внимание факт, что Юрий Гальцев работал В театре Буф Это было первое место его работы Что происходит у нас со второй версией Если бы не валяшки Стас Пеха Отец Стаса Вернее, отчим Был музыкальным руководителем В театре Буф Вот Понимаете? Вот Дальше, смотрите Стас принимал участие В изучении нескольких Мультипликационных фильмов Помните, мы спрашивали А снимался когда-то в кино? Да Он говорит Да, давно Не помню один раз С Гальцевым Это не стыкуется Потому что Гальцев снимается много и регулярно Смотрите Так что интересно Действительно, в 2005 году Стас Пеха Снялся в фильме Дедушка моей мечты Извините, там не бабушка Дедушка Вау Да, снимался в фильме тоже Юрий Гальцев, кстати сказать Вот такой момент Я понимаю Просто я никогда не знал Что Стас так искрометно Смешно шутит Так форирует Так элегантно Так клево Так, ну действительно Вкусно Вместе сказали Вместе сказали Вкусно Ребята, оцените, пожалуйста Вот мы, например, недавно Со Стасом переписывались Он выставил фотографии Вместе с Денисом Клявером И на что я отреагировала Пишу Вот они, неваляшки Потому что у нас эта версия тоже была Конечно И Денис Клявера версия была Я пишу Аж две сразу Пишу И как она сама заметила С кем попал Неваляются Он пишет Я за второго не знаю Ну, это естественно, да За себя ручаюсь Правильно неваляшка сказала Ну, вот юмор туда, да, понимаете Так, тогда у меня вопрос Я вижу, я хочу Мне кажется, что у вас Весеннее обострение Дорогушки мои Обострение Вполне возможно Но мне вообще Версия Валерии Очень нравится И вот этот весь Психоанализ Психопортрет Который она сейчас нарисовала Я прям аплодирую Стоя, это бомба Да, да Я хочу задать вопрос Браво, браво Каждый рациональный артист После такого ошеломительного успеха На шоу Маска Наверняка Выпустит какую-то музыкальную работу Запишет альбом Ждать ли нам от вас Музыкальный клип В ближайшем будущем Да, я возьму Новый псевдоним Сценический И буду Круглиссе Не вали Я бы сказал уже От заслуженной артистки Шоу Маска Круглиссе Не вали Круглиссе Не вали Для Валерии Всехшири Подсказки Здравствуйте, мои хорошие Соскучились Ну, идите ко мне Обниму Парни Какие же вы крутые Как два терминатора Вам в дуэт надо петь Успех обеспечен Потом прославитесь И вас тоже на маску пригласят А жюри будут угадывать Кто же Кто же Это такой талантливый Это Макс Барских Максим Леонидов Или Денис Клявер Или Косилов Знаете, что я думаю? Махну-ка я на майский И домой В Питер Не отпускает он меня Вот он здесь Прямо в сердце Эх Прогуляться бы сейчас По родным улицам И набережным В нах Судьбы воздуха морского Посмотреть на маячко Они мне так нравятся Что я в детстве мечтала Вот стану большой Красивой Пойду на флот Спасательницей Буду вылавливать Себе моряков Выросла Пошла Но Мне сказали Что я могу быть Только буйком Вы помните, какой сегодня день недели? Воскресенье! А что это значит? Это значит, что мы должны успеть Как следует отдохнуть Парни, пока я на сцене Вы тоже не расслабляйтесь Отдых заключается не в этом Танцуем вместе со мной И вас, дорогие зрители Это тоже касается Поддержите Свою любимую невалярушку Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В этот раз, браво, браво! Ах ты, проказник! Вот ты, старики-разбойники, да? Да. Ну, это вот про нас. Прикливаться, да. Ах ты, молодец. Неваляшка просто зажгла на этой сцене. Как это было круто! Вы знаете, когда вы начали рожать матрёшек... И никто миллион не дал. А жаль! Самый первый мужик. А ведь его же учредили, вы могли бы его забрать. Это было настолько круто, что я сразу вспомнила картину Сальвадора Далей «Галатея сфер». Такой лик женщины. Вы как хорошо вот это всё помните. Она из атомов. Она из атомов, да. И вот я подумала о том, что вот такая совершенная модель жизни, совершенная жизнь планеты — это вы и ваш голос, который состоит из абсолютно потрясающих частиц. Планета Неваляшка. Неваляшка, если ты найдёшь себе ещё четырёх таких же Неваляшек, можно будет назвать хор «Оранжевые бусики». Неваляшка с файфс можно назвать. Оранжевые бусики. Оранжевые бусики и кожаные трущики. Сопрана Неваляшкина. Ха-ха-ха-ха. Принцет. Точно весеннее обострение. А давайте теперь по существу. Конечно. Люблю Тимура. Да, это взаимно. Да, всех люблю. Всех. Анализируя все твои выступления, Неваляшка, слышно, что ты всё-таки, ну, очень крутой вокалист. Очень крутой. Потому что уж сколько раз мы обсуждали вокальные приёмы, которыми ты владеешь, и вот сейчас ты изо всех сил, дорогая Неваляшка, старался скрыть свой истинный тембр, особенно на куплетах. Но даже на шёпоте нам всем было слышно человека, чей голос, конечно, в этой программе, я ещё раз готов это повторить, раскрывается с невероятной красотой. И просто заиграл, как бриллиант. И не только вот на прикорусе, не только на предприпевной части, а ещё как раз вот... Прикорус. Прикорус. Да. А вот ещё на верхах, когда... Вот на этих местах, да. Да. Короче говоря, Неваляшка, я не знаю, что будет дальше, но каждый раз, говоря тебе, что мы мечтаем увидеть тебя в финале, мы не кривим душой, мы же говорим правду. Мы все хотим дать тебе новый псевдоним «Невыбывашка». Невыбывашка! Ну что, Неваляшка сегодня устроил настоящую музыкальную феерию и погрузил нас в тайну своего порочного романа. Но следующую тайну мы уже узнаем на голосовании. Провожаем Неваляшку. Неваляшка пока. Ой, какие ножки, телескопические. А присядь ещё, присядь. Оп. 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 А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неваляшка на пульте управления Александра Реву. Голосовые команды выполняет. Его хочется так обнять и забросить в корзинку. Нет такой корзины. Трёх очков. Пытаясь разгадать, кто прячется под маской ламы, судя перебрали всех российских артистов и на прошлой программе замахнулись на импортных исполнителей. Саша Реву, видимо, от отчаяния предположил, что это Робби Уильямс. А зрители, глядя на очки ламы, решили, что это Элтон Джон. Но я знаю, кто мучился эту неделю больше всех. Валерия, которая забыла, что когда-то обещала тому, кто скрывается в ламе, дуэт. И Филипп Киркоров, который не пропустил когда-то ламу на вокальный конкурс. Но не может даже вспомнить, на какой. Встречайте, наша любимая лама! Привет, лама! Добрый вечер, добрый вечер! Вы по мне соскучились? Да! Добрый вечер! Я хочу сначала поблагодарить всех телезрителей, которые полюбили ламу, и сказать, что я вас тоже люблю! Ламы, мы тебя тоже очень сильно любим. Спасибо. Нет, мы тебя не любим. Мы тебя обожаем. 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 Спасибо, мои хорошие, спасибо. Уважаемые судьи, как мы выяснили, когда-то Валерия обещала дуэт ламе, но он не состоялся. Обещала, да, правильно. Да, Филипп Киркоров не пропустил на вокальном конкурсе. Не пропустил. Лама сейчас собрала вас всех вместе. Вам не напоминает этот сюжет детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят»? А при чем здесь мы тогда с Региной и Ревой, я не понимаю. Эпизодические артисты. Может быть... А вы тоже у вас рыльца в пушку, значит, где-то перед ламой. Скажи, лама, у них рыльца в пушку перед тобой есть? Конечно. Ну-ка, ну-ка, лама, рассказывай. Давайте исчерпаем этот инцидент. Филипп Бедросович продюсирует клип «Ланы с Валерией». Родригес и Тодоренко будут играть любовную пару. А бюджет, бюджет, продюсирует бюджет. Какой бюджет, лама закладывает? Филипп Бедросович, это будет дешевле, чем пойти в ЦУП. Это классная шутка. Мне нравятся эти условия, которые ламам шавит. Ну, я принимаю эти условия. А Миросков будет играть бабушку ламы. Только остается понять, куда мы денем ананас. Ананас будет... На бэк-вокале. Да, он у нас... На потанцовке. Со-продюсер, со-автор напишет текст вам веселый про ананас. Вячеслав, вы свидетель. Я все фиксирую. Да. Ой, у нас много свидетелей. Вся страна. Вся страна, миллионы свидетелей. Можно я узнаю у ламы? Ламы, подскажите. Я пока что теряюсь в догадках, какой у вас возраст. Но хочу узнать, у вас есть интернет? Шла десятая передача. Вы поняли. Регина интересуется, есть ли интернет в ламе, вот там внутри? Нет, нет. Но интернет у вас есть? Конечно. Отлично. Вы комментарии читаете под вашими выступлениями? Все прочитаю. Идеально. Лама очень уважает своего зрителя. Это круто. В этих комментариях есть одна из версий правильная? Вы знаете, может быть и есть, только я не увидел. Я... Так. Вообще, зрители так полюбили ламу, что я решил, что я не буду снимать маски. Все. Я решил остаться ламой. У нас рождение нового артиста ламы. А я представляю, какие сумасшедшие сборы, гастроли в Сочи выступает суперзвезда шоу-маска Лама. Самое главное, если костюмеры шоу-маска постараются сошить такой же костюм, можно будет один концерт в Череповце, а второй в Сочи, ребята. А если пять таких костюмов, так это можно одновременно концерты давать во всех городах России. А еще, Тимур, на гастролик с ламой можно будет делать платные фотографии. Да. Которые она сама будет делать. Наша дорогая лама как Wi-Fi раздаст подсказки о себе. Смотрим. Кстати, у ламы в задней части хороший блютуз. Привет-привет. Ждали свою ламу, а лама ждала встречи с вами. Я очень соскучилась. Как у вас дела? Лично у меня на душе весна. Солнце, бабочки, вдохновение. В голове окружат новые мелодии, новые песни. Надо их быстрее записать. У меня вопрос. Только честно. Вы правда не догадались, кто я? Ну, вы даете. Руби Уильямс? Максим Галкин. Да я вообще думаю, что это Коля Басков. А не может это Шура быть? Батрудинов, это ты. Верни костюм ламе. Знали бы вы, сколько мне приходит писем. Хорошо, что я пьючное животное. Иначе не смог бы всё унести. И знаете, о чём меня чаще всего спрашивают женщины? Им интересно, каким шампунем я пользуюсь. Это секрет, девочки. Быть красивым золотистым блондином с дерзким каре. Этот цвет ведь так называется. Не так-то просто. Что бы вам ещё сказать? Вот, придумала отличную подсказку. И я тенор. Согласитесь, эта подсказка значительно сузила круг поисков. Что ещё? Как оказалось, я гений маскировки. И могу перевоплотиться в любого зверя. Ну, есть идеи, кто я? Я даже уже не знаю, что рассказать о себе ещё. Я певец, артист, люблю музыку. Остаётся только показать вам свой ламовый паспорт. Но так ведь будет неинтересно. А знаете что? Внимательно послушайте мой голос. Ведь он – самая главная подсказка. А теперь побежали на сцену. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаём. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб себя на земле не теряли Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. И что на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё бесследно. И юность ушедшая всё бесследно. И юность ушедшаяся, как верили в себя. Ой, какая прелесть! Ну, невозможно! Ну, откуда они это всё придумывают? Как они это всё придумывают? Ой, это невозможно! Она красива! Браво! Браво! Боже мой! Браво! Браво, это не то слово. У меня, ты не понимаешь, у меня сердце бьется. У нас 140 и 200. Да. Ну что, ну... Не побоюсь этого слова. Легендарная лама! Давайте спросим, как зовут юного актера. Как тебя зовут? Меня Лёва. Аплодисменты Лёве! Аплодисменты Лёве, аплодисменты Ламе, аплодисменты Маске, аплодисменты всем, кто придумал этот красивый номер. Ну, Лама, как ты спел? Как ты спел? Спасибо, Филиппин Розович, спасибо. Как я мог куда... Для меня большая честь. Да как я мог куда-либо тебя не пропустить? Что же я за... А вот не пропустил. Вот глухой, слепой. Всё, ухожу в монастырь. Ой, давайте сядем. Так, давайте сядем. Ребята... Ну что, давайте проводим Лёву и скажем ещё раз спасибо в виде вашей головы и светов. Лёва, спасибо тебе. Лёвушка, спасибо. Лама тебя любит. Пойдём, мой дорогой, пойдём. Лама всех любит. А сколько лет Лёвушке, мы даже не спросили. Петя года. Это ваш сын? Нет, к сожалению. Ну, я тоже вот по этому персонажу нашему, по этой прекрасной маске тоже немножечко подготовилась, поэтому берется чуть-чуть терпения. Я суммировала все подсказки и все наши диалоги с этим прекраснейшим артистом. И вот что у меня получилось. Родился не в России. Да? Мы его спросили, в тёплой стране? Он говорит, нет. Ну, потому что он родился в жаркой стране. Носит фотоаппарат, потому что часто делает фото для себя и для своей супруги. Воспитывает одного сына замечательного, он прекрасный отец. Уже несколько лет предан фитнесу и сейчас находится в фантастической физической форме. Очень экстравагантно одевается. Он намекал на это нам не одну программу и связывал это со вкусами Филиппа Бедросовича. Да. Ну и главное. Намекает нам про консерваторию. То есть понятно, что это певец с академической, очень хорошей академической подготовкой. Намекает на кориду. Соответственно, кориды – это отсыл к опере «Кармен». А карьера этого замечательного певца началась в Италии. Именно с партии Дона Хозе в опере «Кармен». Он пишет стихи, как нам признавался. Не песни, но стихи. Иногда их посвящает своей супруге. Друзья мои, я не знаю, у меня сердце сейчас выскочит просто. Я даже не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Да, да, да. Это Юсиф Эйвазов. Нет! Это с тобой спокойно. Да ладно! Я сама. Представляешь, что со мной творится всю эту неделю? У меня сердце вот так колотится. Я не знаю, что вот про все эти истории с дуэтом, с непропуском на конкурсе. Может такое быть? Скажите мне честно. А у вас были попытки дуэтов? Ну, прям таких обстоятельств. Ну, понимаешь как? Так, может быть, много-много лет тому назад, когда, кстати, сказать, может быть, Юсиф и пробовался на конкурс, но это было в самом начале его карьеры. Он, кстати, хотел стать когда-то эстрадным певцом. И возможно он был. Возможно. Нет, это не может быть. Он в Петербурге, он поет спектакли сейчас. Ну, вот мне тоже кажется, я слышу его. You raise me up. Это крутейшая версия. Крутейшая. Шла 10-я передача. Да, да, да. Слушайте, а хорошо. Валерия, я не смею вам возражать. Я могу быть и Надеждой Кадышевой. Только запишите со мной дуэт, пожалуйста. Наконец-то. Ой, мама. Ой, так можно же задавать вопросы и просьбы выдвигать. Лама, а спойте на итальянском. Немножечко. Это только в следующей программе. Ну, подожди. Может, сейчас лама импровизацию такую. Квидуэрмарэручико. Бонжорно, Италия, кон спагетти аль денте. Эль партиджано ком эль президенте. О, браво. Филипп Драссович, но я помню, вы в начале второго сезона говорили, что Пинкертон ваш, с которым вы советуетесь по поводу каждой маски, как раз-таки является Юсифой Вазов. Вы продолжаете обсуждать наше шоу? Тамое смешное, что да. И мы. И я просто не помню наше последнее с ним обсуждение, когда Юсиф с Санечкой были здесь. У них вот эта премьера была. Джакома Пучини. Я сегодня переписывалась с Юсифом. А я переписывался вчера. Он выложил фотографию, что он летит в Питер. Одни враги кругом. Я знаю точно, что нельзя ему доверять свои секреты, потому что он не умеет держать язык за зубами. Подождите, подождите, подождите. Стоп. А может это быть какой-нибудь Ренат Ибрагимов? Он Баритон. А, он Баритон. А Игорь Гуляев может быть, если мы вернемся к этой версии, что это Игорь Гуляев? Ты знаешь, это, ну здесь выучка, здесь оперная школа. Давайте, вот, нет, пойдем по другому пути. Давайте вспомним других певцов. Не хочу никого вспоминать. Но если там Юсиф, это гениально. Есть это, это невероятно. А я сегодня слышал опять, вот, несколько секунд, услышал Николая Баскова. Николая Баскова. Я тоже, я тоже. Все мы слышали сегодня. Потому что она клиническая школа. Так мы слышим его в каждой передаче. Немного Николая есть в каждой ламе. Вы знаете, уважаемые судьи, я заметил, что у Валерии с геометрической прогрессией развиваются детективные способности. Особенно в истории с ананасом, да. Лана, ты сегодня была, как всегда, легендарной и невероятной. Увидимся все на голосовании. Спасибо тебе, Лана. Нас ждет первое голосование. Неваляшка, Лама. Мы ждем вас. Уважаемые судьи, я вам сейчас не завидую. Потому что сейчас не зрители, а именно вы отправите одну из этих двух масок в номинацию. Совещаться между собой нельзя. Друзья, принимайте решение самостоятельно. Прошу каждого из вас назвать только одно имя, кто становится номинантом и, возможно, уже сегодня снимет маску. Регина. Да ты самая счастливая, ты первая говоришь. Да послушай, что это я первая, при чем тут первая? Ну давайте, не дискутирую, у нас программа не вечная, давай, пожалуйста, говори имя. Филипп, у нас программа не резиновая, но вечная, я бы так сказал. Согласен на 100%. Вечная, но не резиновая. Все, хорошо. Быстро. В номинацию сегодня пойдет Неваляшка. Неваляшка принято. Тимур. Ну тогда в номинацию сегодня пойдет Лама. Я знаю, что я делаю. Принято. Александр. Я уже, для меня Неваляшки не существует, это не выбывашка у меня этот персонаж. Поэтому, ну по крайней мере сегодня, поэтому Лама, Лама, я очень хочу узнать, кто же там с высунутым языком. Валерия. Я обожаю обоих артистов, стоящих на этой сцене. И, понятно одно, что Лама, ну не уйдет из этого проекта сегодня. Я в этом абсолютно убеждена. Поэтому. Надеюсь, что ваши предсказания сбудутся. Как будто я оставляю. Идет в номинацию Ламы. Лама идет в номинацию. Принято. Это что, к номинации? Филипп. Подожди, а какой счет? Ваш голос. Какой счет? 2-2? 3-1. 3-1 в пользу Ламы. Но, тем не менее, мы ждем вашего решения. Лама идет в номинацию. Нет, по поводу Ламы у меня раз на старые счеты, я не могу топить Ламу. А это не топить. Ну как? Ну все равно. Да и не топить. Грешок у меня перед ним есть за этот конкурс. А еще и продюсировать надо. Поэтому давай отправляйся в это, Неваляшка, в эту, в номинацию. Но большинством судейских голосов в номинацию сегодня отправится Лама. Неваляшка, я тебя поздравляю. Ты в безопасности. Красотка, красавица или кто там скрывается, я не знаю. Но мы с тобой увидимся на следующей неделе. Провожаем Неваляшку. Лама становится сегодня первым номинантом, но расстраиваться рано, потому что, Лама, тебя настолько любят зрители и жюри. Да. Я даже не сомневаюсь, что тебя сегодня спасут. Но, по крайней мере, мне бы очень этого сильно хотелось. Провожаем Ламу и увидимся на финальном этапе голосования. Вы обратили внимание, как наш Заяц за каких-то пару месяцев прошел путь от скромного мальчика-зайчика до уверенного в себе альфа-самца. Он вгоняет жюри в истерику не только своими шутками, но и выдает такие ноты, что у нас лампочки лопаются. На секунду, неделю назад он выдал три с половиной октавы. Я даже боюсь представить, чем он удивит нас сегодня. Встречайте! Ушастый покоритель сердец Заяц! Привет, Заяц! Привет, привет! Привет, дорогие зрители! Привет, зуришечки мои! Все маловьюшки персональные! Как мы соскучились по тебе! А ты соскучился по нам, Заяц? Я скучал по вам. Ночи не спал. Днем спал. Заяц, а конкретно по мне ты соскучился? Как я соскучилась! Как я соскучилась! Как я соскучилась! Сириат, там точно, я понял, что там не Тимур. Вот все это было неправильно. Ирина Аллегрова! А Заяц тебя хорошо знает. Нет, там не Тимур, там Батруха. Вот все. Заяц, он набирает обороты у нас с каждой программой. Он выступает все убедительнее, срастается, сживается своим образом. Все больше и больше. Он же просто влюбил в себя всю аудиторию. Да. Вот я читала отзывы в интернете, все говорят, только попробуйте зайчишку тронуть, только попробуйте. Да у него такая фан-база сумасшедшая. Любимки мои, любимки, любимочки. Да. Ты смотри, как он влияет, да? Спасибо вам. Я приготовила небольшой спич для вас. Дело в том, что сейчас весна, люди едут на огороды и сажают грязки, так сказать, шведские столы для нас, зайцев. Я вот на вас посмотрел, и у меня такие ассоциации, как будто вы грязка с моими любимыми вкусняшками. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, например, Филипп. Филипп это картофель. Потому что самый популярный, он есть в каждом доме. И что с ним только за глаза не делают, и прожаривают его, и проваривают. А потому что любят. А какие у него выразительные глазки. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно, когда он удивляется при снятии маски. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия, вот у меня ассоциация, это капустка. Красивая, вкусная. Да, все очень любят капусту. Вроде немногослойно одеваюсь, вроде нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Да все любят капусту. А как она идеально сосчитается с ананасом в салатике, я не... А может, я брыссельскую капусту. А может быть и цветная. А может, цветная. В наше время модно быть цветной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Регина, ну, вот тут я затрудняюсь. Судя по усикам клубника, ну и рядом с клубнями Филиппа поближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, честно, я посчитал, что панды любят бамбук. А бамбук это Александр Буйнов, который оказался Юрием Стояновым, который банан. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, отвал башки, Регина. Я просто затрудняюсь ответить, что вы за фрукт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тимур Родригис... Родригис, это редис. Ну, во-первых, созвучно. А, во-вторых, вот как есть редис, желудок прям встает, начинает петь и танцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заяц, ты красавец! Как же я тебя люблю! Как же я тебя обожаю! А можно ещё про славу? Даже я попаду под обстрел заяца. Да, представляете, слава – это яблоня. Потому что, когда, как говорит Филипп, идёт жаришка, в его тени так спокойно, приятненько. А какая у него красивая, ровная улыбка! Просто создана для того, чтобы откусывать яблоки. И говорят, что славенные огрызки попадают на аукционы, как произведение искусства. И, дорогие зрители, вы – моя морковка, потому что я без вас никуда! Слушайте, ну Заяц нашёл подход к каждому. И если за нашим Заяцем погнаться, то хоть одну подсказку мы всё-таки поймаем. Подсказки от Заяца. Привет, привет! А вот и я, ваш Заяц. Девочки, хорошие мои красавицы. Сразу хочу сказать, что я прочитал все ваши комментарии. Так вот, знаете, я вас тоже люблю. Всех вместе и каждую по отдельности. Но неужели вы меня не узнали? Но посмотрите в мои бездонные зайчьи глаза. Они же не лгут. Заяц – это Дима Масленников. Это, может быть, Стас Ярушин. Это Моргенштерн, Матранг, Буррито. Финал всё ближе. Ну а пока что мне удаётся путать следы. Открою секрет. Недавно я даже специально встретился с одним матёрым хищником, чтобы он поделился со мной своим опытом маскировки. Это был интересный разговор. Почти как в анекдоте. Встречаются как-то заяц и главный зверь. А знаете что? Вы нас, зайцев, недооцениваете. Если я захочу, я стану. Я стану... Ну, не знаю. Да хоть слону. Да хоть вообще. Я же зайц артистичный. Мне всё под силу. Господа, дамы, мне пора на сцену. Так что, господам, жму руку, а дамам посылаю поцелуи. Я вас, Какал, на сцену. Моя, 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 Ки, Моя, О, Моя, Моя, О, Моя, О, Моя, О. Алло, салут. Суент я, ухайдук. Ши зерой. Хайдук. Йудирэмэ примеште фереширэ. Алло, алло. Суть ел, дикастотям, так бив, счастливой миг, даже сильный, но церный миг. Пресопрежда, думай, 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 думай. Кипутевши, драгостно друзей, я винте скриолки тей. Пресопрежда, думай, 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 думай. Кипутевши, драгостно друзей, я винте скриолки тей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Александр! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вам не кажется, что мы немножечко зациклились на версии Тимур Батрудинов? Давайте немножечко еще поищем. Давайте все-таки отойдем от этой версии. Давайте вернемся к версии Стаса Ярушина. Хорошо. Стас Ярушин мог бы так шутить. Он примерно того же роста. Да. И такой же эксцентричный, и такой же энергичный. Выучил ли бы он на корейском и на румынском, это вопрос. Проект Маска бы заставил. А вы слышали там слова мечта? Мечта. Опять мечта. На меня сразу вспомнился Моргенштерн. Я не знаю, как он шутит, умеет ли. Моргенштерн так точно не шутит. Но эксцентричности ему не занимать. Да. Я сейчас помониторила немножко разных стендап-комиков, комиков-принципи. Возможно, там скрывается Руслан Белый. Возможно, там сидит Михаил Шац. Черный. Руслан Черный? А, или, возможно, там, за этими ушами скрывается Вадим Галыгин. Вадька, он поет, конечно, но... Подожди, извини. Еще из поющих, юмористов, крутейших, Семен Слепаков. Вот это Семен Слепаков. Ну какой Семен Слепаков? Тебя встелился в Дали. Опустись с небес на землю. Посмотри на комплекцию. Во мне играет сейчас сюрреализм. Гурная фантазия. И сюрреализм. Усики все уже залезли в голову туда. Ну подожди, почему? Ну, Саш, тут росли. Регина в Дали, привет. Регина, а вы знаете эту историю, как Дали встречался с Хачатуряном? Что? Не, серьезно, есть такая история. Дали назначил встречу с великим композитором Хачатуряном. Хачатурян приехал к нему на виллу по приглашению. Его провели в комнату, в большую залу. Он сидит там час, никто не заходит. Два, три. И тут вдруг резко начинает звучать танец с саблями. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Вбегает в эту залу абсолютно голый Сальвадор Дали. Вот так наискосок пробегает, и все. И больше вы не видели. Вот такая у них была встреча. Представляете? Это исторический факт. А через 9 месяцев у Дали появился... Саша Рева. Да. Какой ты молодец. Подождите. Хорошо, есть ли там Семен Слепаков? Ну давайте пофантазируем, на чего вы. Хорошая версия. Фантазируем же Семен сбросил 20 килограмм. Семен Слепакова? О, май. Любите ушки? Люблю усами. Так, усатые. Я, между прочим, вот в честь вас сегодня так нарядилась. Я хочу вас поддержать. Я надела усы для того, чтобы поддержать своего любимого героя, зайца. Вы моя любименькая. Вы меня даже с усами будете любить. Конечно. Я даже песню готов написать. Люблю тебя даже с усами. Ну что, у нашего зайца очень широкие познания. Офигенно. Хочу процитировать два очень похожих комментария из интернета. Первый. Объясните, каким образом какая-то маска на человеке может вызвать у зрителя столько эмоций и переживаний. Он просто проник во все уголки души, головы и тела. Крокодила всегда мало. Хочется его слушать и смотреть. Ну и второй комментарий. Все то же самое, только гораздо короче. Орала, орала, просто орала на весь дом, подпевая этому таланту. Кроко, жги. Встречайте наш зажигательный крокодил. 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 Кроки, Кроки, привет, Кроки. I love you. I love you too. Не верю ему, он мою сестру обманул. I love you more. Ах, ты мой Кроки. Ты мой мальчик. Ну иди сюда. Сейчас мы тебя по косточкам разберем. Обычно это крокодила делают. Перекусаем. Фил, я понял, кто ты. Ты не крокодил, ты киркодил. Киркодил. Ты киркодил. Киркодил, дел, дел плывет. Киркодил. Ну что, Кроки, привет, как дела? Супер, спасибо. Ты молодец. Слушай, мы по тебе скучали. Что новенького? А что, разговаривать можно уже? А, что-то у нас можно. А у нас сегодня все можно. Все можно. У нас весна. Киркодил, ближе к финалу уже. Краснав. А если серьезно, исследуя твое творчество, я пришел к выводу, что перед нами бесконечно одаренный артист. Владеющий разными жанрами пения, вокала, кореографии. Я считаю, что перед нами просто бриллиант, который так хочется раскрыть, но я все-таки хочу, что я вот вижу финал. Вот этого героя вижу финал. Гранд финал, даже супер гранд финал. Джентльмен. Ой, смотри, лично. Смотри, какой респект отдал нашему султану. Что говорит о его невероятном воспитании и культуре? А может, это говорит еще о близком знакомстве, о личном знакомстве с нашим султаном? Нет, я думаю, что это говорит о респекте. Это само собой. Просто респект и уважение к годам Бедроса, который буквально через месяц исполнится 89 лет. Ну, надо же. Супер. Ну, а пока вернемся к нашему молодому, задорному, невероятно харизматичному Кроке, который, наверное, подготовил нам какие-то подсказки. Обрати внимание на эту прекрасную и милую пасть крокодилы, потому что оттуда сейчас прозвучат подсказки. Салют, двуногие! Вы знаете, что отличает нас, крокодилов, от других животных? Я упорно иду к победе, и меня ничто не остановит. Дело не только в моем упорстве. Просто крокодилы не умеют ходить задом. Мы умеем двигаться только вперед. Еще немного, и я залезу на стол к жюри. Да вы меня уже почти узнали, только боитесь себе в этом признаться. А ведь все так просто. Либо Стас Ярушин, либо Влад Соколовский. Это великолепный монатик. Это Федук. Я все равно вижу Влада. Может, это Микель. Знаете, почему сложно быть крокодилом? Да потому что где бы ты ни появился, все сразу показывают на тебя пальцем. И всем немедленно становится интересно, кто же, кто она, моя спутница? С кем встретился, с кем расстался крокодил? Все сразу попадает в желтую прессу и красную книгу. И еще. Очень прошу, не называйте моих дам крокодилицами. Все, больше я ничего не скажу. Ведь моя личная жизнь закрыта. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Иногда я смотрю в зеркало и сам себя не узнаю. Кто я? Певец? Да. Танцор? Да. Актер? Ну, может быть. Артист? Да. А кем бы я стал, если бы не пошел на сцену? Ну, я же люблю поесть. Так что, наверное, я бы стал поваром. И тем не менее, я стал тем, кого вы видите перед собой. Шикарным крокодилом. И готов вновь покорить эту сцену. Море вернулось Говором чаек Ох, как хорошо. Летит из груди О, море море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой Душные звезды Поисков глазки Сквозь синюю вечность Летят до земли Море навстречу Море навстречу Вин Детские сказки На синих ладонях Несет корабли О, море море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми Ты меня В дальние дали Парусы малым Вместе с собой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще, еще, еще больше! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 из нас, членов жюри шоу «Маска», и ни один из зрителей, что поразительно, не слышал, чтобы Влад Соколовский так пел. И не только как сегодня. И во время «This is a man's world», и во время, господи, что там было? Корузо. Естественно. Поэтому либо это триумф Влада Соколовского в рамках шоу «Маска», и мы будем за него искренне рады. Либо там совершенно другой человек. Давайте вспоминать, кто у нас невысокого роста, хорошо двигающийся. Ну, как невысокого, смотри. Значит, там сапоги на каблуках. Средний, средний рост. Нет, давайте так. Вот все говорят, что я невысокого роста. А я, между прочим, метр семьдесят один. Когда у меня хорошее настроение, я метр семьдесят два. Понимаете? Человек, который стоит на сцене, тоже примерно такого же роста. Поэтому перестаньте называть нас людьми маленького роста. Мы среднего роста. Мы среднего роста, но совсем не средние артисты. Наполеоны, в нашем успоко, все хорошо. Крик души. Вот сейчас у Тимура плохое настроение. Сейчас плохое настроение. Когда я рядом с Филиппом, чтобы он меня услышал, мне приходится подпрыгивать. Поэтому мы сидим за столом. Нет, ну сейчас у практически одного роста. Меня Тимур надоумил задуматься о тех, кто поет и танцует. Какие у нас артисты есть такие? Одну версию мы уже озвучивали. Это не лето. А во второй я сильно сомневаюсь. Но она еще, по-моему, здесь не звучала. И возможно, мы об этом артисте, достаточно молодом, так мало знаем, поэтому и не узнаем его под маской крокодила. И кто это? Это Олег Майами. Олег Майами. Да. Скажите, пожалуйста, вы участвовали в мюзиклах? К сожалению, нет. Это какой-то очень молодой артист. А может, это очень молодой артист. Какой-то без опыта, я не знаю. Там был намек на мистера Икса. Ну я бы с радостью попробовал. А у вас бы получилось блестяще, не сомневаемся. Очень приятно слышать от вас такие. Мы каждый раз это тебе говорим, ты понимаешь? И каждый раз вы меня вдохновляете. Это абсолютно заслуженно. А вы обратили, Иване, как сегодня праздничный одет крокодила? Я даже сначала подумал, что это я. Ведущий крокодил Шоу Маска. Ну что, крокодил, тебе нужно передохнуть. И чтобы тебе ожидание голосования не показалось вечностью, возвращайся к нам скорее. Провожаю крокодила. А, друг, спасибо. Вот непонятно, почему-то у нас Лама и Крокодил вообще не идентифицируются. Да, не вяжутся, не вяжутся. Кто это? Второе голосование жюри. Заяц, крокодил. Мы ждем вас. Вот это голосование. Я бы сказал, микроинфаркт вошел в чат. Уважаемые судьи, сейчас вы должны отправить одну из этих двух масок в номинацию. Совещаться нельзя. Жду от каждого из вас только одно имя. Филипп. Я свой голос отдаю, чтобы пошел в номинацию. Я знаю, что его все любят, его все обожают. Он безумно харизматичный. Ну, что мне делать? Ну, я понимаю, что да. О-о-о! Заяц, мой дорогой Заяц, я за свои годы столько видал, у меня столько было нокаутов. Но меня раздражает ваш белый цвет. Кажется, Фил меняет мнение сейчас. Наши ушки. У вас разные весовые категории. Стал и ушел. Отправляйся в номинацию за свое плохое поведение, Заяц. Даже за свой розовый хвостик отправляйся в номинацию. Он найдет тебя, Фил. Регина. Сначала он найдет тебя. Это точно. Усатый, ушастый. Мой любимый герой в маске. Я к нему питаю самые добрые, самые светлые чувства. Мне очень симпатичен крокодил. И то, как он исполняет все произведения, и за что он берется, все шедеврально. Но я краж Зайца. И у нас Евровидение с Филиппом. И нас объединяет корейский. Поэтому пускай сегодня крокодил отправится в номинацию. Прости, крокодил. 1-1. Тимур. Если говорить о том, что сегодня произошло, и об определенном моменте катарсиса, который вы испытали, и да и я с вами. Извини. Я тогда проголосую за то, чтобы в номинацию отправился Заяц. Александр. Самое главное, что... Он, конечно, может сейчас в эпилепсии выдавать какие-то свои... Причем, слушай, Тимур в жизни очень спокойный, скромный человек. Но... А вдруг там правда не Тимур? Мне кажется, вот как он себя ведет, он, во-первых, ведет себя как неадекватный Тимур. Давайте так. Мне очень нравится то, что делает крокодил. Но меня очень удивляет Заяц. Если брать то количество выступлений, то количество песен, которые исполнял Заяц, он действительно, он нас всех поражал. Плюс этот юмор фантастический. Я не хочу. Я хочу еще раз с ним встретиться. Я хочу пообщаться. Может быть, его уколоть. Но я хочу, чтобы остался это белое, простите, пятно в тапках. Вот это в голове. Я с первой программы никак не могу понять, кто под маской крокодил. Вот я хочу сделать это сегодня. Да, простит меня вот это страшное чудовище. Это крокодил. Это я допросил тебя? Допросить тебя председателя. Два. Два. Ой, я что ли там? Валерия, ваш голос решающий. Кто из этих двух масок отправился в номинацию? Заяц или крокодил? Поживи в нашей шкуре. Вот теперь поживи. Ты, по-моему, первый раз, да? В этом сезоне, да. Ну, что я хочу сказать, дорогие мои. Мне кажется, что крокодил в этом проекте, помимо того, что он просто очень профессиональный певец, он был максимально контрастным. То есть он делал какие-то совершенно полярные, противоположные вещи по жанрам, по стилям, направлениям. Вот, наверное... А, и потом еще, смотрите, у нас Заяц ни разу в жизни не был в номинации. Вообще ни разу за наш проект. Ну, как-то, мне кажется, было бы справедливо. Дорогой. Ну, вот видите как. Ну, а... Подумай о фан-базе Заяца. Я понимаю, я вас понимаю, друзья. Он бесподобен, но выбор делать надо. И мне... Сегодня хочется снять... Ну, ты хочешь снять маску? Отправить номинацию пока что Заяца. Итак. Это еще не финал. Это еще не финал. Большинством судейских голосов номинацию отправляется Заяц. А это значит, что крокодил спасен, и мы увидимся уже на следующей неделе. Провожаем крокодила, и пусть он еще не раз нас удивит. До встречи, крокодил. Заяц становится вторым номинантом на сегодня, но, как сказала Валерия, у него огромная фан-база, и скажу честно, Заяц, ты не представляешь, сколько мне приходят личные сообщения твоих портретов. Поэтому я уверен, что зрители тебя поддержат. Провожаю Заяц и увидимся на финальном голосовании. Сюрпризы продолжаются. И у нас еще один звездный гость. Прямо сейчас на этой сцене появится новая очень легкая, я бы даже сказал воздушная маска. Ну а что, всего каких-то 5 тонн красоты, обаяния и неземной милоты. У этой маски огромные уши, чрезвычайно длинный нос, но при этом она очень по-детски боится мышей. В общем, вы обязательно полюбите этого героя. Встречайте слоник шоу-маска. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, слоник! Привет! Привет, дорогой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Розовые ушки! Большой хоботок! О, 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 какой слоник. Если бы не движение хоботом, я хотел предложить вариант, что это уже дети Филиппа Киркорова, кто-то один из. Либо Мартин, либо Алла Виктория. Но скажите, если бы этот персонаж участвовал во втором сезоне, мне кажется, что именно он был бы любимцем всех детей. Всех. Очаровательный персонаж. Но понимаете, как легко спрятать даже пол участника нашего. Под этой маской. Пол участника целого тем более. Очень коварная маска. Так, слоник, ты девочка? Нет. Боже, как обманчива внешность. Ты девушка? Подожди, стоп. Уж ты розовый. Рост. Вы видите рост. Вы понимаете, на каком примерно уровне глаза этого участника? На уровне плеча нашего красавчика Слава. Сказывает, что там скрывается Ани Лорак. Знаете, вот это плечо, плечо, глаза, вот эти все наши догадки, ну, у нас они абсолютно провалились. В случае Бедроса. Слоник, а ты поешь давно? Да. Ага. Это профессиональный вид деятельности твоей, да? Ты профессионально этим занимаешься? Нет. О, то есть просто в караоке. И так, для друзей. Да. Вам не кажется, что слоника перед выходом на сцену покусала Артур Пирожков? Нет. Да. Нет. А может быть, ты телеведущая? Да. Ааа. Ух ты. Может быть, ты и рада Зейналова? Нет. Но может быть. Да. А давайте послушаем подсказки. Может быть, что-то прояснится. Ну что, давайте слушать подсказки от слоника. Прямо сейчас. Ура! Я наконец-то на маске. Добрый вечер. Я слоник. И да, мой родственник был здесь в прошлом сезоне. Так что на эту сцену нами, слонами, дорога уже протоптана. Посмотрите, какие у меня розовые ушки. Какие милые глазки. Я никого вам не напоминаю? Ах, точно, в этом шоу все кого-то напоминают. Вообще, смотрю я на ваших животных, и меня не покидает ощущение, что среди них много моих знакомых. Мы же все из одной среды, в одной травке резвились. Вот, например, есть у меня подозрение насчет крокодила. Он у вас тут выступает. Разглядывала я его, разглядывала, а потом поняла. Мы ведь вместе в Африке жили, пока он на маску не уплыл. Хотя, может, я зря вашего крокодила подозреваю, и он совсем не из Африки. У вас тут мило, так снарядно, напоминает мне день моей свадьбы. А что вы так удивляетесь? Я была завидной невестой. Мою свадьбу все обсуждали. Да и потом я не сходила с полос разных изданий, глянцевых и не очень. Нравится ли мне такое внимание? Пусть эта панка останется моим секретом. Что вы на меня так смотрите? Я даже немного стесняюсь. Да, у меня есть вес в нашем зверином обществе. Но ведь главное не это. Главное, что сейчас я, как пушинка, вылечу на сцену и буду петь в лучшем шоу страны. Ночью уснуть не могу никак, и пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут. Банцы твои, как год назад, но рядом найки уже не мои, топчет знакомый мне грув. Ты же был лишь моим, лишь моим, и мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Девочка, да? Девочка, да? Техно, ты не со мной, если злиться, my baby. Плачу на взрыть слезы пекут по щекам. И со щеками от меня на ногой станут. Я желаю лишь тобой, ты сказал мне good bye. И я горько рыдаю, словно вновь закрыли аутлайн. Ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить что-то в кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Нина Крабец играет для вас, а я слез уже не держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, если злиться на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, если злиться на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, если злиться на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, если злиться на Рэй-эй. Слоник! Милый, модный! Слоник в тренде! Да! Рисковый такой слон готов! Слушай, а как балет на нашу станцевался! Спасибо вам! Дорвались до техно! Слушай, мне так нравится эта песня, обалдею от нее просто! Плачу на техно, я плачу на техно! Ты не со мной, слезы льются на Рэй-эй! Плачу на техно, я плачу на техно! Ты не со мной, слезы льются на Рэй-эй! Плачу на техно! Так, господа присяжные заседатели! Давайте сядем! Ох, как завел, завел слон! Появился вопрос! Дорогой слон, ты любишь такую музыку? Очень! Какой-то модный слон! Скажи, пожалуйста, слон, а ты соврал нам про телевизионную ведущую или нет? Нет! А слон знает, что будет, если он будет вружкой? Как это круто! Я все могу! Кто из ведущих может вот так вот? Кто хорошо поющая ведущая? Все могу говорить! И, ну, мне кажется, очень смелая и отчаянная, готовая на что угодно! Аллочка Михеева! О, какая хорошая версия! Дорогой слоник, ты сейчас сказала, ты можешь все! Это значит, что ты не только телеведущая, но и, скорее всего, актриса! Да! А, вот это вот, Анна Ардова! Одна за всех! В программе, да, одна за всех! Одна за всех! И у нее там была шикарная подруга, они были с губами! Да, с губами и... Жужу или... Говорили, ию! 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 И... Ию, Крис! Фу, неправильно! Извините! Неправильно ты даже! Ию! Энджи! 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 Ию! Я так не умею, давай ты! Давай сделаем! Энджи! Ию! Энджи! Ха-ха-ха! Дорогой слоник, а мы с тобой участвовали в одной и той же программе? Да! Но в разные годы! Да! Ха-ха-ха! Да! Да! А почему только да или нет? Нет, слоник может разговаривать! Слоник может отвечать! Да где мы только не участвуем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мне кажется, что... Во всех случаях по ответам... Помните в первом сезоне, когда у нас на сцене была туча, я говорил, что даааааа... Нет... Даааа... Вот с такой мамкостью... Даааа... Может быть, только она... Эвелина... 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 потому что представить Эвелину, поющую плачу на техно, и еще вот так вот скакать по сцене, это разрыв для Эвелина и для всех нас. 20 лет назад на сцене Московского театра «Аперетты», мюзикле «Метро», самая красотка из «Метро», Эва, это была ты? Нет. Все, закончилась. Закончилась программа. Ну что, уважаемые жюри, мне очень интересно, прав ли кто-то из вас, поэтому я бы сейчас хотел услышать от каждого из вас одну версию, кто может скрываться под этой очаровательной маской слоника. Саша, начнем с тебя. Ну кто так может «да», кто это «нет». Давай, ну гликоза, давай, Наташа Гликозова. Сачка Рева может «да». Принято. Валерия. Ну, почему бы, например, не Света Алла Михеева? Алла Михеева. Филипп. Аня Ардова. Красотка. Регина. Пускай это будет Аня Хелькевич. О, принято. Прикольно. И Велина Блёданс. Ваши версии приняты. Ну и прямо сейчас мы узнаем, кто скрывается под маской этой очаровательного, милого слоника. Ну что, все вместе, готовы? Маску! Кто же этот загадочный звоник? Ой, мама! И Ревуэртон! Девушка! Все готовы! Все готовы, да? Как все готовы! Что ты сказал? Все потому, что Рева уже практически живет у нас дома, а я живу у него. Я не знаю, как, Саша, от тебя еще скрываться. Натуль, я сам удивлен, потому что я так сказал, знаешь, как говорится, просто так. Рева, наконец-то угадал. Я вспомнил, что она, когда мы встречаемся, она там, привет. Я от тебя нахваталась. Да, нахваталась. Вы знаете, я просто в шоке от того, какой классный этот проект, как здесь интересно. Жюри отдельный просто поклон и отдельный просто респект тому, кто действительно в этих куклах проживает не один день, а недели. Это очень сложно. Красотка. Какая же ты лапочка. Тебе очень идут эти штаны, Натуль. Тебе очень идет этот розовый цвет. Ты такая куколка, ты такой пупсик, ты такая классная. Сразу даже, вот, знаешь, когда харизма, она вот есть, вот даже через маску этого слоника, все равно перла харизма Наташи нашим любимым. А белоса вообще не похожа на себя. Вообще не похожа. Все равно запутала следы. Давайте будем честны, мы ведь ждали Наташу в этом сезоне. Первой программы. Да, я смотрю все маски и я видела, как вы угадывали и в этот момент мне очень захотелось прийти, я думаю, интересно получится это у меня. Спасибо за приглашение, спасибо всем продюсерам это шоу, это прям реально очень круто. Натой, ну, мы тебя очень рады видеть, просто ты сама посмотри, ты мультик. А как я вас рада видеть, потому что там практически ничего не видно. Ты наша девочка, мы тебя очень любим, спасибо, что пришла. Аплодисменты нашей красотке Глюкоза! Глюкоза! Наш неземной, самый милый и прекрасный слоник и вица Глюкоза! Ваши аплодисменты, спасибо вам! Очень круто! Слушай, молодец! Хоркина была похожа на Глюкозу больше, чем сама Глюкоза. Да, очень круто! Классные ребята! Вообще! Полуфинальная битва продолжается. На прошлой неделе мы узнали, что Валерия в поисках истины не остановится ни перед чем. Так, например, пытаясь разгадать, кто прячется под маской носорога, народная артистка России стала изучать пляжные фотографии наших знаменитостей. Валерия, вся страна ждет, что однажды вы опубликуете это досье. Ну, а пока давайте встречать всеми любимого носорога! Носорог! Носорог! Привет! На прошлой программе с носорогом мы поднялись так высоко, что увидели носорожий рай. Он доводил нас до слез, заряжал энергией. А вот какое настроение вы ожидаете сегодня получить от носорога? Что он подготовил, как вы думаете? О, мне кажется, что сегодня что-то будет очень динамичное, очень энергичное и веселое. Правда? Давай спросим у носорога. Даже танцевальная. Нет. Вы так меня всегда отсекаете, это становится подозрительным. Прям всегда нет. Все всегда для Регины нет. Потому что любит. Нет, мне кажется, просто он знает, что я к нему очень могу близко подобраться. В общем, у меня тоже есть пингертон. Так. Его зовут Владислав Топалов. Я не прибегала к его советам, рекомендациям, но тут пришлось уже. Мы пересмотрели с ним практически все выступления нашего носорога. Он передал вам привет. И сказал, что такие ноты в нашей стране берет только Кирилл Туриченко. От мужа вам привет. Влад вас любит. Когда только знакомимся. Ага, ага, ага. Хорошо, хорошо. Высокие ноты не только берет Суриченко. А что если под этой маской скрывается Димаш? Есть еще версия. Слишком много было совпадений с Русланом Олехно. Очень много было совпадений. Более того, в одной из программ носорог сказал, что он родился с одним из членов жюри под счастливой звездой. Можно по-разному истолковать эти версии. Но если я не ошибаюсь, то день рождения Руслана Олехно в тот же день, что и у меня. Да ты шутишь. Да. Да. Поэтому, как я сейчас, поэтому, внимание, я выхожу, поэтому, там запросто может быть Руслана Олехно. Носорог, дадим подсказку, еще пару фактов о тебе. Расскажем еще пару фактов? Да. Смотрим подсказку. Добрый-добрый вечерок! Здрасте всем! Я кто? Правильно! Носорог! Сейчас вам лучше присесть, потому что я открою одну важную тайну. Итак, готовы? Это реально сенсация! Дело в том, что в прошлой жизни я был кошкой! Не готовы были к такому повороту? Интересно, какие у вас на этот раз будут версии? Там Матвейчук, Макарский Олехно. Я услышала Никиту Алексеева. Игорь Верник. Антон Птушкин. Давайте я скромно промолчу, знаком ли я со всеми из наших судей. Лучше скажу, что моих братьев-носорогов они точно прекрасно знают. Это очень хорошие парни. Матерые, мощные, легендарные. До сих пор помню, как меня, молодого и зеленого, запросто в стаю приняли. И это приятно. Парни, толстокожие мои братья. Респект вам! Да, и вот что еще хотел сказать. Принцесса Региния, А тебе не кажется, что нас судьба постоянно сводит? Сначала Дюк, потом Панда, сейчас вот Маска. А не пора ли нам подружиться? Ну что, ребятки, хотите я и вас покатаю? Да вы с ума сошли! Вы же не маленькие дети! Дайте мне дорогу на сцену! Пора взбодриться! Разойдись! Продолжение истории! Старая серия! Да! Моя прошедшая весна... Вау! Это моя песня! Ага! Моя мечта И с перлом утром Скажи мне, в чем моя вина Обалдеть! Как бы другому звучит! Я вечер, Ты сплошное утро Это Игорь крутой написал! Какая светлая печаль И музыка воспоминаний Ах, как мне жаль, Ах, как мне жаль Несостоявшихся свиданий Мы так нелепо разошлись Я даже сетовать не смею Но вновь мешаться в вашу жизнь Я не смогу Я не сумею Такие слова Карина Филиппова написала Ты посох посланный судьбой Мой карнавал из листопада Всегда одной самой собой Останься Лучшего не надо Мы так нелепо разошлись Я даже сетовать не смею Но вновь мешаться в вашу жизнь Я не смогу Я не сумею Мы так нелепо разошлись Я даже сетовать не смею Но вновь мешаться в вашу жизнь Я не смогу Я не сумею Но вновь мешаться в вашу жизнь Я не смогу Я не сумею Я не смогу Я не смогу Я не смогу Носорог Браво Силипп Ну Вам слово Море чувств Во-первых, Носорог, спасибо Ты знаешь Для меня эта песня очень много значит Эта песня написана на стихи потрясающей поэтессы Карины Филипповой Ее, к сожалению, не стало буквально в прошлом году Амутскую написала Игорь Крутой Это романс И появился этот романс в тот самый момент в жизни Когда мне было очень тяжело 40 лет стукнуло Мне казалось, жизнь закончилась Но этот романс меня вытащил из этой бездны И возвысил над этой суетой И все-таки я нашел силы и пошел дальше Эта песня спасла меня Спасла меня Карина Филиппова Она удивительная, она как пророческая женщина Она удивительная, она чудная Она какая-то, она маг Но Игорь, когда услышал эти стихи В одночасье написал эту мелодию И мне так приятно, что ты, Носорог, выбрал ее сегодня Я не знаю, кто ты Но я знаю, что ты такой мастер Ты с таким уважением Так трогательно, так чутко Отнесся к этому произведению Для меня это много значит Спасибо тебе так аккуратно, осторожно Я думаю, что когда маэстро услышат, Игорь Яковлевич Ему будет очень приятно Я сделал пару кадров Тихоря ему потом пошлю Ну я просто выбирал эту песню Она мне очень нравилась всегда Я думал, какой роман спеть И, конечно же, я Вспомнил эту песню Она очень красивая, она очень романтическая Настоящая Настоящая Я очень рад, что проект «Маска» Далет возможность Петь настоящие песни Про любовь Поэтому вам огромное спасибо За то, что вы продолжаете Свое творчество, продолжаете его Великолепно, круто Что вам хочется брать пример И побольше таких песней Спасибо Спасибо, спасибо, носорог Спасибо А я вот, знаете, очень хочу Отдельными аплодисментами Отметить Режиссерскую работу Как же потрясающе Что Режиссеры Ведут Эту линию Романтическую Нашего Носорога Из одного выпуска В другой И что Это так круто Вы не представляете Как это интересно Смотреть, что же будет дальше Как же трансформируется сцена А вот это уже интересно А вот это уже в финале Да, возможно Да Просто председатель тебе сказал Что эта песня его спасла Я надеюсь, сегодня она спасет меня Эта песня Эта песня волшебная Кстати говоря Эта песня Появилась в тот самый период Когда мы познакомились с Кириллом Туриченко Когда он пришел на наш проект Шоу номер один Это было в Украине Мы снимали это шоу И с Саней Лорок вели Ну видишь, все сходит И Кирилл Был самым ярким Участником этого шоу И тогда я еще его заметил Можно я вам еще один секретик Приоткрою А так про мужа Да Влад не я Я бы не осмелилась Написать Кириллу А Влад написал Сообщение Ну типа Они же друзья Дружище Что там Как дела у тебя Снимаешься в маске Он говорит Нет, что я Зачем мне Я на тур Мы выступаем Работаем Ну хорошо, класс Приходит ко мне Влад и говорит Ну что думаешь Не сказал он мне Кирилл Это же мой друг Я такая Ну значит у тебя не очень хороший друг Либо Там действительно не Кирилл Туриченко Либо контракт А у тебя что не очень хороший муж? Ну Он тебе тоже в прошлом году ничего не сказал Получила пику? Ладно, согласен Да Даже сыну не говорят Вот сегодня был явный пример Никому Иначе было бы не интересно Сыну не сказал Ты знал, носорог, что у меня сегодня папа открывал это шоу? Я в шоке Я стал в шоке Воздуха не хватает просто через минуту А представляешь как ему в 89 лет воздуха не хватает Папа, конечно Ихтиандр Папа Ихтиандр Это точно Ну как бежать? Браво! За это мы и любим наше шоу Носорог в шоке Зрители в шоке Жюри в шоке Браво, носорог Носорог пронзительно В самое сердце исполнил песню Филиппа Киркорова Мы так нелепо разошлись Спасибо, носорог Носорог Но мы не расходимся надолго Увидимся на голосовании Как раз отдохнем Ослепительно красивая змея методично разбивает сердца всем мужчинам на своем пути Но самое главное, она разбила сердце нашего председателя Все помнят, как Филипп Великолепный заявил, что был бы не против того, чтобы змея крепко и нежно обвела его АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Змея ведь может так крепко обнять, что ненароком и задушит Непредсказуемая и опасная змея в шоу маска АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Подвижная змея. Мне всегда так нравятся ваши причудливые образы. Но всегда я, конечно, особенно приглядываюсь к Филиппу, нет ли на нём моих сорёдичей или родни. Это хорошо, что я вас ниже пояса не вижу, там-то у вас точно питон. Я про обувь. А у меня всё равно точно питон, посмотри. Я клянусь вам, посмотри. Луи Питон на ногах. Луи Питон. Луи Питон. Слушай, змея, ты прямо это, ясновидящая? А то. Вау. Значит, точно твоя родственница. А я по квадрату Пифагора говорила, что она обладает ясновидением. Да-да-да. Вы такая замечательная. Всё замечаете. Я очень внимательно. И всё мотает на уши. А ваша мама, случайно, не агата Кристи, что вы так вылечили? Нет. Нет. Хотела узнать, как ваш пальчик поживает на ноге? Хорошо. У меня хвостики, а не пальчики. А как вылечили ваш хвостик уже? Какой хвостик? Я здорово, как вылеча. Угу. Хорошо. Слушай, а я всё равно настаиваю, что это Лариса Гузеева. Вот я бы настаиваю. А я настаиваю, что это Анастасия Стоцкая или Катя Варнава. Всё-таки. А вот скажите, может ли под маской змеи скрываться Соня Таюрская из группы Little Big? Может. Может. Тоже понравилась версия змея. Ну, дайте подсказок. Дайте, дайте, дайте нам подсказок. Ну что, наши хит-расплетения продолжаются, но, тем не менее, подсказки будут самые честные и правдивые. Здравствуйте, здравствуйте, ваша Тильда, снова с вами. С моим появлением вечер становится интригующим, не правда ли? Ну что же, в шоу остались только две дамы. Я и Неболяшка. И вы знаете что? Я нисколько этим не расстроена. Не люблю большие коллективы. Особенно, когда подруги, если их можно так назвать, наступают мне на хвост. На сцене должна царить только я. И все должны произносить только моё имя. Я с ума сойду, если она снимет маску, и там будет Лариса Гузева. 99 процентов, что это Юлия Паршута. Стоцкая. Ну, давайте вернёмся к этой замечательной версии. Там скрывается Кристина Асмус, о которой мы очень многого не знаем. Я тут подумала, а может быть нам с вами организовать бэнд? Хорошо, хорошо. Если не бэнд, может быть хотя бы Виа, играли бы с вами настоящую змеиную музыку. Вы что, думаете, что змеиная музыка некрасива? О нет, она очень мелодична и похожа на то, как поют в горах Грузии. Знавала я двух братьев, оттуда их музыка покоряла года и страны. Она навсегда осталась в моём сердце. И теперь, храня в памяти те мелодии, я иду своим путём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу, я всё вижу, как вы смотрите на меня. И то, что вас интересует вовсе не моя глубокая душа, а яркий наряд, золотистый хвост и бриллиантовые зубы. И можете не отрицать. С-с-с-с. Зато зрители хотят больше узнать о том, что у меня внутри. Хм, пойду расскажу им это с помощью своей новой песни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамба! 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 Мама и испанья! Два делаmiyor! Да, два есть вообще! Мамба, мамба ка это меритак, рику-рику-рикучепурле. ПОЁТ НА ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О, МАММО! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как наша змея артистично и красиво Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво! Спасибо. Слушай, ну Юля разве так себе бля? Я никогда не видел, чтобы она вот такая. Это образ надо держать, это надо уметь. Она же актриса. Музыкальный сборник шоу НТВ «Маска». Сразу после эфира на всех цифровых платформах будут доступны песни сегодняшней программы. Слушайте хиты в исполнении наших героев и заряжайтесь хорошим настроением. Третье голосование жюри «Носорог» и «Змея». Ждем вас. Да, дорогие судьи, я вам не завидую. Не хотел бы я оказаться на вашем месте. Это мои любимки. Сейчас именно вы отправите одну из этих масок в номинацию. Напоминаю, совещаться между собой нельзя. Принимайте решение самостоятельно. И ждем от каждого из вас только одно имя, кто сегодня отправится в номинацию. Начнем с Тимура Родригеса. Я прошу прощения у моего золотого и любимого носорога, но я хочу оставить в этом шоу змею. Регина. Мне так в сердце бьется сейчас, как будто мы прям стоим на грани жизни и смерти. Я буду очень коротко и лаконично. Перед нами стоит «Носорог», потрясающий исполнитель. И перед нами стоит единственная женщина в проекте. И я всегда отдам свой голос за единственную женщину в проекте. Поэтому пускай в номинацию отправляется наш носорожек. Потому что уже очень-очень хочется увидеть, кто же скрывается под твоей маской. Валерия. И перед нами все звезды мирового масштаба. Да. Реально. Артисты прекрасные. Артисты фантастические. Лучшие. Но я все равно придерживаюсь некой суммы впечатлений, которую я получила за весь проект. Я могу сказать, что змея меня удивила чуточку больше. И мне кажется, что сегодня должен открыть свое лицо носорог. Александр Рева. Так, а какой счет получается? Уже все. 3-0. Что говори, не говори. От нас же мало что зависит. Ну тогда что? Пусть остается носорог, что ли? Змея отправляется в номинацию. Филипп Идрасович. Я, конечно же, носорог за тебя. Слишком затронуты были сегодня струны моей души этой песни. И я просто так тебя не могу отдать сегодня на съедение. Хотя ты уже в номинации, дорогой носорог. Итак, со счетом 3-2 в номинацию отправляется носорог. А это значит, что наша хитрющая и боющая змея продолжает участие в нашем шоу. Мы увидимся на следующей неделе. Готовься, наша сладкая змейка. Ну что, дорогой носорог, ты становишься нашим номинантом. Но тебя только что зарядила своей удачей и везением змея. Поэтому все может измениться на финальном голосовании. Провожаем носорога. Первый полуфинал. Три номинанта. И ни с одной из этих масок мы не хотим расставаться. Лама. Заяц. Носорог. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молодые мы были, как молодые мы были. Как искренно любили, как верили в себя. Продолжение следует... Мы так нелепо разошлись. Я даже седовать не смею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Дорогие зрители, сейчас слово за вами. У вас есть возможность спасти одного из участников. Проголосуйте за того, кто должен остаться в шоу. Кого вы хотите видеть дальше. Тот, кто сейчас наберет наибольшее количество ваших голосов, продолжит участие в проекте. Голосуем. 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 Голосование остановлено. Борьба шла просто невероятная. 45,1% зрительских голосов сегодня были отданы тому, кто продолжит участие на следующей неделе. То есть войдет в пятерку лучших масок второго сезона. Что ж ты делаешь, Слава? И это наш ушастый хардбрейкер Заяц. Зрители спасают Зайца. И он продолжает участие в нашем шоу. И мы встретимся с ним уже на следующей неделе. Заяц. Заяц-красавец. Поздравляем Зайца. Готовься к следующему выступлению. АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, у меня сейчас будет импарт. Невероятно. Вы понимаете? Он обошел двух... Самых голосистых. Я не могу, у меня свет сейчас выскочит. Вау, что делается. Уважаемые члены жюри. Уважаемые члены жюри, бежим. Вот сейчас я вообще на тысячу процентов вам не завидую. Ну это невозможно. Вы знаете, я сейчас хочу открыть вам маленький секрет. Ведь эти маски болеют друг за друга. Носорог за ламу, а лама за носорога. Вот такая атмосфера царит у нас в проекте. А они не знают, кто под кем? Нет, они не знают. Они просто болеют друг за другом и так же делают предположения. Это так мило, господи. Какие они хорошие. Они подружились. Уважаемые судьи, каждый из вас назовет сейчас только одно имя. Кто сегодня снимет маску и покинет проект? Начнем с Тимура Родригеса. Я хочу сказать вам обоим огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы каждый раз обсуждаем не столько взятые вами ноты, а то, с каким чувством вы подходите к исполнению песен. И в них даже могут и не быть эти высокие ноты. Самое важное, это то, с какой душой вы исполнили каждую песню на проекте. АПЛОДИСМЕНТЫ Если люди, облаченные в несколько килограммов, в нескольких десятков килограммов костюмов, способны передавать такие эмоции, на что они будут способны без них? АПЛОДИСМЕНТЫ Я, наверное, попрошу снять сегодня маску носорога. АПЛОДИСМЕНТЫ 1-0. Регина, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы совсем не знакомы. И даже несмотря на это, мне вы нравитесь дико. Вы такой тонкой души, человек тонкой конструкции. Вы настолько красивы внутри, что это передается даже через маску. АПЛОДИСМЕНТЫ Но мне так бы хотелось увидеть все-таки третью серию этого сериала «Носорога», «Носорога», что, пожалуй, сегодня я проголосую за то, чтобы маску сняла «Лама». 1-1. Валерия. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу поблагодарить «Носорога» нашего потрясающего. АПЛОДИСМЕНТЫ Я должна признаться, что это мой самый любимый певец. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хожу на все его выступления, на все оперные спектакли. Я восхищаюсь им безмерно и считаю, что это вообще лучший тенор в мире сегодня. И никому не хочется уходить, я все понимаю. Но я бы сегодня сняла маску с «Носорога». Прости, пожалуйста, ты крутой все равно. Очень крутой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваш голос принят. 2-1. И сейчас мы хотели бы услышать выбор Александра Ревы. Я не буду создавать интригу. Я все-таки хочу оставить в этом проекте ламу. АПЛОДИСМЕНТЫ И я знаю, что «Носорог» на меня не обидится. Потому что если это тот человек, о котором я уже думаю не одну программу, я все равно удивлюсь, когда он снимет эту маску. И буду им восхищаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Обниму его и скажу, ты крутой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, конечно, поддержу тебя, Носорог, сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу тебя поблагодарить еще раз за великолепное исполнение этой песни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня она тебе не принесла удачу, из-за чего я переживаю и буду очень переживать дома. Потому что чувствую свою вину, что моя песня не принесла тебе удачу. Но впоследствии, поверь мне, эта песня, она будет тебе приносить большой успех. Я не знаю, кто там скрывается в этой маске, кто бы ни был, пой ее, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Она действительно волшебная песня. А тебе, Лама, большое спасибо за невероятное совершенство, невероятное обаяние и харизму, за твою легкость. Я не знаю, кто там, но я чувствую там свояка. Носорожек, ну что ж, мой дорогой, сегодня твой вечер. Снимай маску. АПЛОДИСМЕНТЫ Большинство судейских голосов сегодня маску снимет носорог. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый жюрист спасает Ламу! АПЛОДИСМЕНТЫ А это значит, мы увидимся на следующей неделе и будем наслаждаться ее музыкальным талантом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что ты невероятный артист, достойный больших залов, забитых до отказа людьми, которые являются поклонниками твоего таланта. Я тоже хочу встать и стоя тебе поаплодировать. Мы все хотим. И то, что ты снимешь маску, значит только то, что теперь ты сможешь открыто заявлять о том, что все это время это был ты. Браво! Браво! В нашем шоу такого не было никогда. Маски, которые сегодня будут рассекречены, зал аплодируют стоя. Это дорогого стоит носорог. Уважаемые жюри, но я по традиции жду от каждого из вас только одно имя. Кто же скрывается, по вашему мнению, под этой маской носорога? Тимур. Мне кажется, что это Кирилл Туриченко. Регина. Помнится мне, что Саша выдвинул эту версию первым, за что ему огромное спасибо. И я тоже считаю, что это Кирилл Туриченко. Одесса! Привет! Филипп Едрасович. Там, наверное, Кирилл Туриченко. Валерия. Если это Кирилл Туриченко, то я для себя открыла совершенно нового Кирилла, за что я благодарна нашему проекту. Вот за такие приятные, невероятные открытия. Спасибо большое. Мне кажется, это Кирилл Туриченко. Александр. А я очень счастлив за то, что мы так часто произносили это имя и фамилию Кирилл Туриченко. И многие, миллионы людей узнают, кто такой Кирилл Туриченко. И мы все с вами однажды придем на концерт Кирилла Туриченко. Кирюш, браво! На его сольник. Браво! Носорог, ты космический талантливый. Можно я тебя просто обниму на прощание? Просто со слезами на глазах, друзья. То, чего мы с вами ждем больше всего в нашем шоу. Все вместе. Маску! 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 Баску! 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 Привет! Актер-солист группы Иванушки Интернешнл! Я знал! Я знал! Ирюха! Ах ты мой дорогой, мой дорогой! Ну какой же ты молодец! Браво, браво, браво! Молодец! Молодец! Ну слишком ты талантлив, слишком ты ярок! Видишь как, что все узнали тебя, а я счастлив, что я так давно тебя знаю, дорогой мой! Ведь это же правда, это же был ты. Это, да, это был я очень много лет назад. Очень много лет назад. Потрясаюсь. Я всегда... Ирюш, мы с тобой. Всегда думала об этой финальной речи. Простите, сейчас... Друзья, это слезы счастья. Поэтому все стоят и скандируют. Я очень рад, что у меня такой шанс появился, и я стою здесь, на этой сцене. Я думал, что я вылечу раньше, честно говоря. Но тот шанс, который мне дали здесь проявить себя, и как это произошло, и вы это почувствовали. Мне это очень дорого, правда. Мне этого очень не хватало. Я безумно вам благодарен за те слова, которые вы сказали. Это было фантастика. Клянусь вам, каждому из вас. Это дорогого стоит, то, что вы говорили. Я видел угол всегда, иногда так поднимался к вам, чтобы увидеть вас. Вы безумно крутые. У меня просто только одна любовь. Во всех моих песнях, во всем моей творчестве — это любовь. Я очень рад тому, что НТВ, Маска и все те, кто приложил усилия этому проекту, дали мне такой шанс. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю, и я очень надеюсь, что мы будем встречаться чаще. I love you. Просто большим, огромным сердцем. Одесским, уже могу это сказать, солнечным. Прямо не знаю даже, что еще сказать. Рад вас видеть наконец-то. Спасибо тебе, Кирилл. Спасибо тебе за яркое творчество. За то, что ты невероятно трогательный. Ты какой-то настоящий, понимаешь? Ну, я правда болел за ламу, и я очень рад, что он прошел. Он крутой. Я не знаю, кто это, правда. Ну, правда, мы друг другу как-то там постоянно какое-то прививедуем. Он крутой. Я очень рад, что он продолжает. Я буду за него болеть. Ты знаешь, что-то заканчивается для того, чтобы новое началось. Сто процентов. Это потрясающий проект, который дал возможность раскрыться тебе. Я уверен, что миллионы сейчас ахнули у экранов, потому что они такого Кирилла Туриченко не знают. Точно совершенно. Даже не подозревали, что в таком молодом, ярком, юном безграничный талант, голос, харизма, артистизм и, самое главное, душа. Настоящая душа, которая сегодня пролилась в твоих слезах. Ты настоящий. Спасибо тебе за эти слезы искренности, которые в наше циничное время. Такая редкость. Такая редкость. Ты какое-то НЛО ископаемое. Ты последний динозавр, носорог из того времени, который еще что-то трогает и ранит сердце. Ты тронул ранее. И мне кажется, что после вот этих твоих финальных слов, твои зрители, твои поклонники полюбят тебя еще сильнее. Не только за песни, а за твою душу. Спасибо большое. Спасибо тебе. В аплодаже у тебя низкий, низкий поклон. Я с вами в аплодаже прям прям плакал в маске клянусь, но я и так стоял такой, думаю, да что такое? Остановись уже. Там ведь мой пот и слезы все перемешались во рту. Ты просто должен помнить о том, что ты бесконечно талантлив. Спасибо большое. И что ты заслуживаешь того, чтобы зрители аплодировали тебя и стояли. Я все помню, кто вы стояли. Как сегодня. Ты понимаешь, и еще очень-очень важно, что ты должен знать, что ты одно из главных открытий не только этого сезона, но и двух в целом. Спасибо тебе огромное. Бирюшечка, не упускай этот момент, я прошу тебя. Сейчас все только начинается у тебя. Я буду стараться. Ты блистательный артист. Спасибо. Браво. Запомните, друзья, имя его. Кирилл Дуриченко. Браво. Космически талантливый Кирилл Дуриченко. Песня на бис. Да, судьбоносная. Невероятная. Но она моя любимая, поэтому я ее сам предложил спеть. Хочешь, можем вместе? Можно. Буду очень рад. Я подпою. Ты начинай, я к тебе подойду. Моя прошедшая весна. Моя мечта из первого утра. Скажи, ни в чем моя вина. Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль. Несостоявшихся свиданий. Мы так нелепо разошлись. Я даже с этого не смею. Но она вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Ты посох посланный судьбой. Мой карнавал из листопада. Мой карнавал из листопада. Но вновь вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Мой карнавал из листопада. Мой карнавал из листопада. Мой карнавал из листопада. Я не смогу, я не сумею. Мой карнавал из листопада. Мой карнавал из листопада. Мой карнавал из листопада. Маска! Накал эмоций невероятный.